Мне кажется, я уже так давно не делала распаковки, что уже все навыки потеряла. И уже ищу какие-то причины, чтобы не делать распаковку. То дождь, то нет солнца, то уже поздно, то еще рано. И вот собралась наконец-то. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал и на мой Дзен и Яндекс канал. Мы в комментариях решили, что все-таки эти две чашечки для саке. Но, может быть, и для чая. Я точно не знаю, ценные они или нет. Эти две чашечки, они без клема или они только притворяются ценными вещами. Валялись они в коробке. Видели, да, в предыдущем видео, как я их нашла. Я прошурудила немножко совершенно интернет. Погуглила, погуглила. Нашла такие же точь-точь рисунки, но немножко другая форма. Китай. Датируются они 18 веком. Иногда пишется 18-й, начало 20-го века. Но там клемо красное. Одна такая чашечка была продана на аукционе за 240 евро. Похожая только с изображением семьи за 300. И, как я и предполагала, должны быть блюдца. Блюдца с высокими бортами. Тоже с таким же рисунком. Конечно, с блюдцами они ценятся уже намного дороже. И за тысячу я видела пару. Еще я нашла... Я, конечно же, все вставлю. Нашла подобные чашечки на деревянных подставочках. Те тоже были проданы больше, чем за тысячу долларов, по-моему. В общем, это мое домашнее задание. Я обязательно найду. Что это на один аукцион можно сделать фотографии и выслать. Они, может быть, проконсультируют. Но я не надеюсь, что они ответят. Но попытка не пытка. Я упертый человек. Постараюсь найти. И вам, конечно же, сообщу. Но это все ручная роспись. Это однозначно. Золото, видите, в таком состоянии приличном. Есть чуть-чуть какие-то потертости. Круг здесь, конечно же, очень сильно пострадал. Клема никакого нет, как я уже говорила. Я вообще не специалист никакой. Ни по фарфуру. Ни по вот таким азиатским вещам. Я вообще не специалист. Мой YouTube-канал развлекательный. Я хожу и показываю, что можно найти на бараху, как Германия. Мне когда пишут, что я что-то не показываю или обращаю много внимания на что-то одно, но я показываю то, что вижу. Еще я прочитала, как все-таки должен выглядеть древний китайский фарфор. Он и должен быть идеальным в исполнении. Ну, вот не знаю, насколько он идеальный или нет. Не сказать, чтобы он очень тонкий, но не толстый фарфор. Рисунок просвечивает. Но вообще в отличном состоянии. Такое долгое вступление. Ой-ой-ой. Но вот в этом блюде я уверена на 100%. Откопала я его тоже в одной коробке в отличнейшем состоянии. Может быть, где-то чуть-чуть. Можно найти какие-то погрешности в золоте. Прекрасный букет. Это ксилография. То есть букеты взяты с изображения на дереве. В 30-е годы, 34-35-36 где-то вот в этом районе. Серия посуды называется Чипендел. Чипендел. Не знаю, правильно я читаю или нет. Розенталь. И это целая серия посуды. Я думаю, что это был, может быть, и есть где-то. Сервис. Потрясающее блюдо с ручками. Две ленточки, закрепленные на этом блюде. На состоянии, да? 90 лет тарелки. Эти смешные штучки. Шапки для яиц. Для сохранения их тепла. Я нашла на одной барахолочке районного масштаба. Будет коротенькое видео. Но это можно, конечно же, почистить, я думаю, средством для мебели. Либо для чего-то еще. Нужно, опять же, посмотреть в гугле. Это винтажные вещички. Я поискала подобное. Есть и косметички. Такие же шапки для заварников. Будем называть шапки, да? В общем, я выяснила, что это винтажные, симпатичные, веселые вещички. Горошек, цветочек. Утреннее настроение обеспечено. Прозвучало, как реклама. Это пара, моккопара, тоже от Розенталь. 26-й год, 1926 год. Уже чуть-чуть, да? И 100 лет этой паре в отличнейшем состоянии. Такие формы Розенталь существуют еще до сих пор. И, по-моему, они что-то похожее еще выпускают. И ребрышки они выделяют золотом. И, по-моему, цветочек тоже мелкие они выпускают. Вот майсинский букетик. Здесь внутри тоже Розе цветочков. Чудесная, я нашла ее тоже на одной районной маленькой бложке. Это, я знаю, что я уже на ощупь, друзья, вам скажу, что это шедевр, который я нашла на одном из столов. Я даже не ожидала. Это был под конец барахолки, большой барахолки. Где я купила очень-очень мало в последнее время покупок. Действительно, очень мало только знакомые, если что-то привезут. Если, конечно же, привезут им в последнее время, тоже все равно кому продавать. Кто первый встал, того и шедевры. Потрясающая шкатулка от майса. Второй отбор и возраст. Здесь около номерка стоит такая, как буква Т. Лежа. Она лежит. Или висит. В общем, это 70-й год. 1970-й год. Год моего рождения. Это знак. Очень интересная ручка. Я даже не знаю, на что это похоже. Какие-то звездопады здесь. Или это головки птичек. Или это рыбки, птенчики какие-то. Я не знаю. Она в отличнейшем состоянии. Несмотря на то, что ей тоже 54 года, как и мне. Я, в отличие, не в таком отличном состоянии. И когда я ее увидела среди других майсонских, мэйсонских, как на русском произносится. Вот у меня всегда исправляют. Друзья, майсон, это на немецком звучит. Мэйсон, это перевод на русский. Я не знаю, почему такой перевод. Но майсон, это правильное произношение. Я говорю, как я привыкла. Меня постоянно исправляют. Итак, эта шкатулка стояла среди других майсонских, мэйсонских изделий. И я их решила всех кучкой забрать, потому что моя цель была купить именно эту шкатулку. В антикварном магазине я заходила. Такие 200 с лишним евро стоят. Еще, по-моему, какая-то майсонская вещичка. Да, было много майсонских изделий, мэйсонских. Но все я показывать не буду, потому что они уже были в моих роликах. И я уже в одном ролике рассказывала, почему ценятся одни декоры по-разному. И серии посуды. Все это я рассказывала. Мэйсон, мэйсон, это всегда, всегда ручная роспись. Другого просто не бывает. Никакой деколи. Ручная майсонская, майсонская роспись не должна ощущаться пальцами. Абсолютно гладкая поверхность. Это первый признак, что вы держите в руках настоящий майсон. Это 20-30-е годы клеймо. Первый отбор, то есть никаких дефектов производственных нет. Показываю я из-за формы. Это кофейная чашка. Ни разу еще такого у меня не попадалось. Такая ручка и такая форма. Относится тоже к серии посуды новый вырез. Вот этот край. Видите, вот это все край. Относится к этой серии посуды. Мне как-то написали, что эта тарелочка и эта разные имеют формы края. Да, эта так и идет. В этой серии посуды новый вырез. Края у десертной тарелки и у блюдца, они разные. Можете зайти на официальный сайт этой мануфактуры, набрать. Но, а уж нет, и вам покажут. Но там они только цвибель мустер, по-моему, сейчас выпускают. Цветы они, по-моему, такие уже не выпускают. Не помню точно. Но все равно, это все одна серия посуды с разным краем. Блюдца здесь 19 век, вторая половина 19 века, начало 20. А это уже, по-моему, после 40-х годов. Вот этот вот квадратик здесь стоит. Надо искать его в табличке. Если его там нету, значит, это 30-е и 40-е годы. В общем, я показала это трио только из-за формы чашки. Тоже Динмайсен торчит, друзья. И было таких три. Ну, как сказать, это не комплект. Или это комплект, я уже не помню. Нет, это не комплект. И было таких три собранные пара. Это родные. Все это относится к серии «Лебединая шея». Называется эта серия посуды. И все эти три комплекта были дополнены просто вот такими тарелочками, которые относятся к новому вырезу. Просто, да, комплектованные. Не относятся они к этой серии посуды. Вторая половина 19-го, начала 20-го веков. Климо. Первый отбор, кстати. Роза. Майсенская-майсенская роза. Декор называется. Ручная розпичь. Золота абсолютно нет. Такие изделия тоже ценятся намного меньше, чем изделия с золотом. Но, друзья, когда я рассматривала, я пригляделась к этой шее лебединой. И когда я увидела ее, я просто ахнула. Смотрите, какая проработка мордочки, да, скажем, лебедя. И даже есть проработка перышек. Поближе покажу, и чтобы не бренчать. Вот видите, перышки, мордочка, все проработано до мелочей. Причем те две другие пары, они более гладкие. Нет перышек и нет такой проработки мордочек. Там, по-моему, вот этот хохолок есть, глазки, клевик и все. Больше такой проработки там нет. В общем, чашка невероятная. И это тоже вторая половина 19-го века, начало 20-го до 20-х годов. Первый отбор. Я даже не ожидала. Да. Когда я домой приходишь, начинаются сюрпризы. И в лучшем случае никаких скулок и трещин. Как я принесла недавно, вернее, в этот раз, эту вазу. Шерхольц ручная роспись с розой. Стала ее мыть и рассматривать. И нашла там разрыв в тести. Не трещинку, а разрыв в тести. Брак производственный. Я, конечно же, очень расстроилась. Хотя это не трещина и не битая вещь, но осадочек остался, скажем так. Эта шкатулочка первого отбора 30-40-е годы была в той кучке из четырех предметов. От Майсон Майсон. Вот с этой самой. Вот с этой. Которую я очень хотела купить. И мне пришлось торговаться за четыре предмета. Декор этот называется китайский бабочка. Или индийский бабочка. Я подпишу, я что-то не помню точно. В одном случае называется индийский, в другом, по-моему, китайский. В отличнейшем состоянии первый отбор. Но если возраст это 30-40-е годы, вот считайте, сколько этой шкатулочки лет. Причем было все такое грязное. Просто ужас. И та шедевральная тоже была очень грязная. Еще там была вот эта шкатулочка. Нет, она не была там. Это я купила уже у знакомого. Я показывала на столе ее шкатулочка с милым букетиком простеньких цветочков. Второй отбор. То есть какой-то здесь есть заводской брак, который нам не суждено увидеть, только увидит специалист. И я не специалист по фарфору, сразу говорю. И это возраст 60-70-е годы. Подпишу, конечно же, тут буква Т, но она в другую сторону повернута. Сейчас я не помню. Или 64-й, или 67-й год. Тот день мне очень повезло на такие майсинские мелкие, но зато приятные изделия. Что-то там еще было. Там была вазочка, но я ее куда-то уже поставила. Не знаю, где она. Ага. Вот, смотрите, тот же самый. Ноя, а уж нет. То есть новый вырез, только уже с такой крупной розой. Майсинская. Майсинская. Роза-декор. Просто хочу показать, какие есть декоры. Было куплено у знакомых. Они мне привезли. Вот такой комплект. Но иногда дезертные тарелочки бывают побольше, иногда поменьше. Второй отбор. Конец 19-го, начало 20-го века. Тоже второй отбор. Ну и чашка. Тоже второй отбор. Здесь стоит какая-то галочка. Надо смотреть по табличке. Ну, это вторая половина прошлого века. На одной барахолке в башенном рынке. Районного масштаба, так скажем. Я нашла на одном столе у женщины эти две розеточки с гусиками. Перевернула это. У меня было такое чувство, что это КПМ. КПМ берлинский. Какой год я не смотрела это клеймо. Торапила на прошлого века. Либо это уже 2000-е годы. Нашла подобные розеточки в интернете. Три штучки. Вот такие с гусиками. Продают. Продают, но не проданные. 30 евро просят. Ну, я считаю, это хорошая цена за КПМ. Приятная мелочь. Думаю, что это набор какой-то был. Вот эти вещи я просто обожаю. Когда они попадаются, я так радуюсь. Потому что это всегда ручная работа. Это сонетка. Еще и с колокольчиком уцелела. Это вот так. Так, сейчас мы изобразим тут с этим колокольчиком, как это все должно быть. Подвешивается на стенку. Вот пружинка. Она длинная. И вот так она дергается. Снизу. Снизу вот такое кольцо. Так мне бы ничего не разбить этим металлическим предметом. Так, где кольцо? Где ты, кольцо? Где у него кнопка? Вот. Художественное, высоко художественное кольцо. Ручка. Вот она дергается. И колокольчик звонит. Очень симпатично. Да, это ракали. Все это открутить можно. Почистить. Есть средства для чистки. Я хочу попробовать почистить. Вот эту вещь саму тоже как-то надо почистить, друзья. Вот я не знаю как. Может быть, кто-то мне подскажет. Ну, не стирать, конечно же. Химчистку не сдашь. Потому что нет этикетки, как за ней ухаживать, за этой вещью. Ну, как-то опять же, может быть, для мебели что-то обрызгать. Хочу показать вам рисунок. Это все ручная вышивка. Вот она. Травянистая зелень в разных оттенках, цветы. И есть даже какие-то проблески здесь. Золотая нить, либо люрексовая. Подбито все велюром. Наверное, это велюр называется. Ткань тоже в тон. Все подобрано идеально, да. Так все выполнено аккуратно. Это птицы. Смотрите, я сейчас только увидела, что эта часть цветка переходит плавно в изображение птицы. А я еще подумала, надо же, только цветочки были бы птички. Было бы очень круто. Но вот, смотрите, еще одна птица. Знаете, есть такие тестовые изображения. Видишь ты женщину или дерево или еще что-то. Вот. Я вижу, друзья. Птицу. О, круто. Я просто, друзья, под впечатлением. Уж простите меня, делюсь впечатлениями. Смотрите, птица. Ой, как классно. Изображение птиц всегда делает изделие дороже. Либо это фарфор, либо это санетка, либо это еще что-то. Изображение птиц всегда ценится. Длинная, кстати, она. Если бы я не стала делать распаковку, друзья, с вами, я бы никогда об этом не узнала, что там птицы есть. Маленькая розеточка от мануфактуры английской. Вейджвуд, я очень расстраивалась, что здесь есть царапки, но это казалось грязь. Очень хорошо все отмылось. Пачество фарфора, конечно, нереальное. Не говоря о другом английском фарфоре, который очень часто встречается с каракелюром. Что я не понимаю, почему такие мануфактуры такой вековой традиции, опытом, и у них вот такой брак в глазуре. Но Вейджвуд, конечно же, заслуживает всяческих похвал. Как называется этот цвет фарфора, я забыла. Но это винтажная вещичка, я думаю, это 80-е годы. Точно не могу сказать. Может быть, 60-е, 80-е. Есть такие вещи 18-19 веков, вот они ценятся очень. Но такие более современные стоят. Ну, посильно можно собрать, наверное, коллекцию. Я подбираюсь к этим большим блюдам, друзья. Хочу все это здесь кругом показать. Базочку тоже видели, да? Пикантная сценка, лемур, тужур, поют песни. Они уже вот сидят в садочке, что-то обсуждают. И даже танцуют. Надо же. А здесь? Угу. Дарит уже цветок. В общем, по порядку, да? Смотрите, как фильм. Вот он ей поет. Потом дарит цветочки. Потом они танцуют. Опять поет. Потом они уже сидят. Что-то обсуждают. Розовый цвет. Ни разу не видела такого. Таких изделий в розовом цвете. Обычно бордовый, синий есть, насыщенный. Вот в розовом ни разу не видела. Как платье у этой девушки. Карлбалдер Парцелан. Это Чехия. Вот это я не знаю, что. Наверное, название мануфактуры я не смотрела, честно говорю. Но, возможно, это и немецкая мануфактура. Возможно, чешская. Посмотрю. Если я найду, конечно же, подпишу. Иногда нет информации в интернете. Мога чашка бы найти такую. Это винтажная вещь. Еще одна сонетка. Сонетка – это такая лента, которая крепилась на стене. И с помощью ее призывали слуги. Сегодня такие вещи используют для декора интерьера. Эта сонетка уже более современная. Здесь стоит даже год. 1966 год. Инциалы чьи-то подковка. На счастье вышито. Все это вручную вышито. Как называется? Это основа канва, да? Мельница, коса, таблеточка, заварничек, басилек. Даже злаки какие-то. Это, я не знаю, пук, да? Ну, конечно же, пиво. Как же без пива? Грабли, фонарь. В общем, вся атрибутика мак. Корзиночка, да? Опять злаки. Ух ты, какие штиблеты. Вот это я не знаю, что это такое. Очень похоже на домик. В общем, такая сельская жизнь изображена. Атрибутика сельской жизни. Подбита она тофтой. Я думаю, это тофтан очень похоже. И она в более лучшем состоянии, чем та. Потому что это помоложе. Я думаю, это 30-е годы, 40-е годы. Судя по состоянию. Но не такая уж антикварная. Бестрил тоже не обошлось, друзья. Но это все я по оденности нашла. Это я уже потом паковала, перепаковывала. Это я нашла уже без вас. Я не показывала. Там женщина была очень строгая. Я с ней торговалась. Она ни капли, ни полкопейки не уступила мне. Я сказала, что это вещь. На что я согласилась, сказала, да уж, давайте. Раз уж это вещь. Митер таях. В 20-е годы, я думаю, уже ближе к 30-м. Пишу, конечно же. Оранжевый цвет. Форма тарел. С глаженными углами. Чашка. Она невероятная. Смотрите, какая интересная форма. А ножка какая. Цветок, не цветок. Или как назвать, я даже не знаю. И ручка. Она такая двухъярусная. Стоит из двух отделений. Состояние, кстати, хочу сказать, что превосходное для ее возраста. Я очень люблю изделия. Это манфактура того периода. Они все интересные. Абсолютно оригинальное исполнение. Это трио я ношу в другом месте. Абсолютно на другом столе. Мужчина, у которого постоянный, как скажем, бардак на столе. Такой высокохудожественный, который очень интересно рассматривать. Пока я вам все это рассказываю. Я успела это все распечатать. Очень интересный декор в этого трио. Это желтый цвет. По желтому цвету положен этот золотой узор. Или декор, как хотите. И майский букет богатый. Вообще в идеальном состоянии, считаю, это шердинг. Это 50-60-е годы. Сейчас сами убедитесь. По форме чашки. Вот такая чашечка. Ну, я думаю, что все-таки 50-й конец. Уже к 60-м. Опять же майский букет. Я люблю такие трио подобные. Есть у других мануфактур. Разных таких ярких цвета. Необыкновенная. Главное состояние. Там были еще у него трио. Но со сколами. За которые он просил 15-20 евро. Когда я ему показала сколу, он сказал, ну и что. Ну и ладно. Ну и что, так ну и что. Это я вообще случайно выудила. У одного мужчины на столе стояли две вазы. И я их не буду показывать. И я их вставлю просто в фото. И вы поймете, о чем я говорю. Может быть, уже кто-то понял. Это Кайзер. Весь Джомани. 70-80-е годы. На столе стояли две вазы с лебединами. В форме лебедей. Ручки. Думаю, что многие догадались уже, как они. Ну вот они здесь появились уже, да. И я посмотрела под стол. У него под столом в коробке лежали вот эти две тарелочки блюдца разных размеров. Серия посуды называется Гория. Такой рисунок. И я у него спросила, эти две тарелочки тоже продаются? Он сказал, да. Я ему говорю, тогда я их забираю вместе с этими двумя лазочками. Они и в комплекте идут. Он сказал, да пожалуйста. В общем, друзья, вот такой случай случайный. Собрал это все в комплект. А если бы все это по отдельности были проданы, комплекта уже не было. Комплекты всегда, конечно же, дороже стоят, чем по отдельности предметы. Потому что их надо найти. Их не найдешь. Не служишь этот комплект. Смотрите, какой букет. Он просто невероятный. Он просто шикарный. Догадались, да? Чье это производство? Абсолютно гладкое. Гладкое изображение. Конечно же, это Майсон. Это декоративная тарелка. Она висела у кого-то на стене. Тарелка это 30-40-е годы. Потому что здесь нет никаких буквенных символов, которые ставились уже во второй половине прошлого века этой модифактуры. Потрясающий букет. Богатый. Это очень-очень ценится. Такие букетики. И есть незабудки. Незабудки, если есть в букете майсинском, майсинском. То это изделие удорожает сразу же автоматом. Еще одно блюдо было. Ну, уже букетик такой поскромнее. Шиповник желтенький этот я не знаю. И опять же, незабудки, да? Если это незабудки, то уже мы знаем, да? Буки-то такие очень ценятся. Бли-моу. Это тоже первый отбор, как и та. Тарелка первая была. Тоже декоративная. Видите, можно подвешивать на стенку. Кстати, можно, конечно, сделать более... Вот, видите? Хороший подвес. Здесь стоит галочка. Я думаю, это 60-е годы. 64-67 год. Если я правильно помню, я подпишу, конечно же. Еще раз букет покажу. Вот этот. Смотрите. Я так люблю цветение шиповника. Просто могу любоваться бесконечно. И еще одна была там тарелка. Так, ух ты, ничего себе, я закопала ее. Закопала так закопала. Это уже для торта тарелка. С таким цветком. Она почти что абсолютно плоская. И клеймо покажу. Она тяжелая. Вообще, конечно, изделия майсонские. Майсонские тяжеловатые. Первый отбор тоже ей тоже того же возраста. По-моему, 67-й год. Видите, она даже не входит. Где-то, я не знаю, 32 сантиметра. Это точно. Вот так вот ее покажу. Смотрите. Для тортика. Ну, какая прелесть. Впервые у меня попалась в руки такая тарелка для торта. Невероятная. Спасибо вам огромное, друзья, за ваше внимание. За вашу обратную связь тоже огромное спасибо. Всех крепко-крепко обнимаю. Ваша Лена. До новых встреч. Пока. Так, что там брякнуло? Там брякнуло? Я уже с вами попрощалась, да? А тут у меня вот что еще лежит.